Всем привет, с вами инженер электрик Экимов Игорь. Сегодня будем рассматривать лабораторный источник питания от компании GVDA на 30 вольт и 10 ампер в вертикальном исполнении. Максимальная его мощность 300 ватт. Рассмотрим для чего он нужен и как им пользоваться. Если вам интересны ролики про электронные приборы, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Такой прибор нужен практически всем, кто связан с электрикой и электроникой, но может найти полезные функции для себя и те, кто с этим не связан. Что может этот прибор? Во-первых, это проведение разных опытов и экспериментов с электроникой, автоматикой и низковольтной электрикой. Второе, это зарядка различных аккумуляторов. По параметрам этого прибора им можно даже заряжать аккумулятор от машины. В-третьих, это использование как временный источник питания для тех устройств, чьи блоки питания сгорели. Например, можно заменить блок питания ноутбука до тех пор, пока вы не найдете его родной блок питания. Четвертое, это калибровка приборов по напряжению и току. Я лично откалибровал мультиметр клещи по постоянному току, но об этом позже. Точность показаний индикаторов блока питания около 0,5 процента. Данный прибор можно заказать в трех вариантах исполнения по электрическим параметрам. Это 30 вольт 10 ампер, как этот прибор, 60 вольт 5 ампер и 120 вольт 3 ампера. И также в двух вариантах исполнения корпуса. Это вертикальный, как этот, и горизонтальный. Я выбрал именно вертикальное исполнение, так как он занимает минимальное место на рабочем столе. У кого стеллажи для приборов, возможно лучшим решением будет горизонтальное исполнение. А по электрическим параметрам я выбрал блок питания именно с максимальным током, чтобы можно было заряжать практически любые аккумуляторы, которые мне нужны. А постоянное напряжение больше 30 вольт я обычно не использую. Вы же можете перейти по ссылке в описании и выбрать для себя подходящий вариант. Мне нравится в этом блоке питания как его дизайн, так и те функции, которые он имеет. Это, наверное, лучший блок питания постоянного тока из тех, которые у меня были. А их было у меня реально много. Блок питания поставляется в такой упаковке. Посмотрим, что там внутри. Уплотнитель из пененого полиэтилена. Специальное место для проводов. Вот я достал блок питания. Обращаю внимание на уплотнители. Жесткость у них подходящая. И специальные выемки для органов управления. Тут провода для них. Вот сетевой провод. Провод подключения нагрузки с крокодилами. Снизу разъемы, которые можно подключить нагрузку тремя способами. С помощью таких штырей можно провод подключить, накрутил кольцо. Или есть тут отверстие, куда можно ставить провод и потом закрутить. Тут три разъема. Черный это минус. Красный это плюс. Зеленый это подключение к корпусу прибора. Сверху управление напряжением. Это управление током. О остальном поговорим чуть позже. Обратите внимание на современный дизайн этого прибора. На корпусе находится отверстие для охлаждения. Сзади подключается сетевой шнур. Чуть ниже находится предохранитель, который нужно поменять, если прибор не будет работать. И вентилятор, который включается, когда температура внутри прибора больше 50 градусов, чтобы блок питания не перегрелся. И вот такая инструкция на английском языке. Я думаю после этого ролика вам эта инструкция не понадобится. Предохранитель снимается таким вот образом. Вот сам предохранитель. И тут есть запасной предохранитель на случай, если основной сгорит. Вот я его вставил на место. Давайте разберемся с органами управления. Выше клейм находятся две кнопки. Одна включение питания. Я ее уже нажал. Вторая кнопка это подача питания на выход. Посередине находится USB выход на 2 ампера 5 вольт. Чуть выше два светодиода. CV горит, когда блок питания работает в режиме генерации напряжения. CC горит, когда блок питания находится в режиме генерации тока. При первом включении напряжение на выход не подается и на нижнем индикаторе показано OFF. Сверху указано предустановленное напряжение, а посередине предустановленный максимальный ток. Эти значения можно регулировать. Чтобы отрегулировать напряжение, нажимаем на ручку и мы можем откорректировать выходное напряжение. Обращаю внимание, что вначале регулировка начинается по младшему разряду. И если нам нужно выставить большое напряжение, то это будет долго. Поэтому мы можем опять на ручку нажать и можем регулировать под десятым долем вольта. Вот я регулирую. Если мы еще ручку нажмем, то мы можем регулировать в вольтах. И мы регулируем напряжение быстрее. Также мы можем отрегулировать максимальный ток. Нажимаем. Вот мы регулируем с точностью до сотых долей ампера. Если мы нажимаем кнопку, мы можем регулировать амперы. Такое управление очень близко к цифровому управлению, где можно регулировать каждый разряд отдельно. Изначально к такой регулировке нужно привыкнуть, но я считаю, что она лучше, чем аналоговое управление, где две отдельные ручки. Грубо и точно. Обычно это делается переменными резисторами, которыми по мере их износа становится сложно выставить необходимое значение напряжения или тока. После предварительных настроек мы можем подать напряжение на подключенное устройство. После подключения мы также можем регулировать напряжение на выходе. Если ток будет выше, чем мы задали, то блок питания перейдет в режим питания по току, и загорится вот этот светодиод. Приборы будут показывать реальные значения напряжения, ток цепи и потребляемую мощность нагрузки. Вот я подключил нагрузку. Вот эти две лампочки. Это лампочки 20 ватт и 12 вольт, соединенные последовательно. То есть вместе их можно подключать на 24 вольта. При этом они будут потреблять 40 ватт. Чтобы подать напряжение, нажимаем на клавишу. Эта клавиша загорелась зеленым цветом и мы можем регулировать напряжение. Будем регулировать именно единицы вольт. И вот поднимаем напряжение. 3 вольта. И видим как загораются лампочки. У нас показывается ток в лампочках. И потребляемая мощность. Вот подали 24 вольта. И у нас 38 ватт потребляют эти лампы. Давайте опустим, чтобы лампы сильно не грелись. Опустим до 12 вольт. Как видим у нас ток 1,001 ампера. Давайте этот ток ограничим до 1 ампера. Выключаем нагрузку. Регулируем. Включаем. Как видим у нас блок питания включился в режим генерации тока. У нас ток 1 ампер. При этом напряжение уменьшилось до 9,4 вольта. Мы можем попробовать поднять напряжение. Но все равно блок питания ограничивает ток 1 ампером. Также мы можем прямо во время работы поднять ток или опустить. Вот будем регулировать десятые доли ампера. Вот поднимаем. И видим как лампочки начинают гореть ярче. Опускаем. И все равно блок питания находится в режиме генерации тока. Постоянные зрители канала помнят вот эти мультиметр клещи. В видео я усомнился, что они выдавали правильные показания по постоянному току. И это оказалось правдой. Показания по постоянному току были действительно сбиты. Я их откалибровал с помощью этого блока питания. Как это сделать описано в ролике другого автора. Ссылку на ролик я оставил в описании. Выставляю 10 ампер. Выход блока питания закорачиваю и включаю блок питания. У меня в проводе 10 ампер. И как видите мультиметр клещи также показывает в районе 10 ампер. Значит методика из видео работает. Вот такой прибор, который будет полезен в любом доме. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Также вы можете их задать производителю. Ссылка на страничку производителя с этим блоком питания есть в описании. Поделитесь видео с теми, кому этот прибор может быть полезен. Подпишитесь на канал, ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.